Ученики двух школ в Казалардинской области вынуждены учиться в аварийных классах. В Жанакурганском районе уже приступили к строительству нового здания. Его планируют завершить до конца года. А вот когда же решится проблема в Аральском районе, где дети также учатся в аварийном здании, расскажет Райхан Тажибаева. Обшарпанные стены, подтеки и трещины. Школе-интернату номер 71 в Аральском районе почти полвека. Несмотря на то, что здание признано аварийным, здесь живут и получают знания дети из отдаленных сел, где нет образовательных учреждений. Число воспитанников ежегодно растет, поэтому в завен ветхому строению решено возвести новое. В этом году будет выделено 980 миллионов тенге на строительство новой школы на 200 мест и интерната на 100 мест. Еще 1 миллиард 300 миллионов тенге выделено на разработку проектно-сметной документации. Участок под новое здание выделен в городе Аральске. Таких учебных заведений в районе немало. К примеру, в селах Мергенсаи, Ахшатау и Сапак школы местные жители возводили методы Масара. В качестве строительного материала использовали глину и камыш. Сапакский альмаматор всего 14 учебных классов. Почти в каждой печь для растопки. Школа очень тесная. Нам нужно новое здание, которое соответствовало бы стандартам безопасности с наличием спортивного и актового зала. О стандартах безопасности мечтают и в селе Ахшатау. Ближайшая школа находится на противоположном берегу реки. В начальную школу многие дети ездят в интернат, расположенный в селе Аман-Уюткель. Путь до него лежит через реку. Добираться на противоположный берег приходится на лодках или по льду, что сопряжено с риском. Поэтому при поддержке Акимата области разработана проектно-сметная документация строительства школы на 50 мест и детского сада на 20 мест. Общая стоимость проекта – 430 миллионов тенге. Сейчас документы находятся на рассмотрении. Сельчанам остаётся только надеяться, что решение проблемы не затянется. А пока дети продолжат учиться в старых школах на свой страх и риск.